Беременность 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 Она записывается по телефону к своему участковому доктору. При себе на прием нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС и ксерокопия этих документов. Если у нее какие-то были обследования до постановки на учет, то она также берет их с собой. Сейчас проблема такая есть. Очень много беременных. У нас очень много беременных. Сейчас стоит на учете более 400 беременных. И рождаемость продолжает расти. Кроме того, доктора сейчас в период отпусков и не всегда беременная может записаться. Поэтому мы просим беременную подходить непосредственно к своему доктору, если нет записи в регистратуре, чтобы все равно встать на учет до 12 недель. И всегда идем ей навстречу обязательно. И каких же врачей все-таки нужно пройти при постановке на учет? Проходит обязательно лора, кулист. Терапевт, стоматолог. По показаниям, опять же, если неблагополучие в анализах, она проходит генетика эндокринолога. Какие анализы нужно сдать? Я уже говорила, что сдаются анализы на всю инфекцию, общеклинические анализы, УЗИ. По показаниям, если у женщины есть какие-то заболевания, она может издавать и гормоны крови, и кардиограмму. И посещает также и кардиолога. У нас есть определенная группа беременных, которые заболевания имеют и пороки сердца, и сахарный диабет, и другие проблемы, проблемы с щитовидной железой. То есть здесь, конечно, более пристальное внимание уделяется такой группе беременных, и они ведутся совместно со специалистами по профильной вот этой патологии. То есть получается полное исследование организма женщины? И сколько по времени это может заняться? Первый прием занимает длительное время, конечно, это от 30 до 40 минут. Врачу нужно выяснить все о беременной, какие были у нее проблемы до зачатия, какие были проблемы, может быть, даже во время уже этой беременности. Она могла перенести вирусную инфекцию, могла не знать, что беременная, принимать какие-то препараты. То есть все это выясняется тщательным образом, собирается анамнез, заполняется обменная карта, индивидуальная карта беременной. Разъясняется ей все моменты, проводятся беседы также о поведении женщины во время беременности, что ей можно, чего нельзя. Затем, когда она проходит вот это полное обследование, повторная явка назначается через две недели. На этой явке уже полностью видны все результаты обследований. Выставляется группа риска, выставляется прогноз в отношении беременности, говорится с женщиной о возможных осложнениях. Какие документы оформляются? Вот вы упомянули карту, да? Да. Она остается в поликлинике. Карта индивидуальная остается в поликлинике, обменная карта должна быть у женщины постоянно на руках. Куда бы она ни пошла, там все анализы и информация о ее состоянии здоровья. И, конечно же, в роддом народы она поступает обязательно с этим документом. Вот эти все анализы и врачи можно пройти в рамках одной поликлиники? Конечно. Или анализы нужно оставать в других больниках? В основном у нас проходит все в рамках нашей поликлиники. Даже если анализы отправляются в другие больницы, то все равно забор производится у нас. Если требуются женщине какие-то узкие специалисты консультации, мы можем направлять ее и в другие лечебные заведения, а также можем положить на специальное обследование в стационар. Наверняка многих интересует вопрос, все эти анализы, такой большой перечень, это платные или бесплатные? Эти анализы все бесплатные, они проводятся в рамках обязательного медицинского страхования. Точно так же программа генетического скрининга и трехкратные УЗИ женщины во время беременности проводятся бесплатно. Повторюсь, это сроки 11-14 недель, 20-21 и 30-34 недели. Как часто во время беременности женщина должна посещать женскую консультацию? Если проблем с беременностью нет, то, как правило, в первом и втором триместре она посещает врача один раз в месяц. В третьем триместре это приблизительно один раз в 2-3 недели. Если же у женщины есть какие-то проблемы, какая-то патология в анализах, то здесь все индивидуально. Может она и даже каждую неделю посещать, допустим, если у нее отек или белок в моче, то есть мы просим сдавать анализы чаще и приходить чаще. Ну, то есть в третьем триместре, чем ближе к родам, тема обследования становится более пристальным. Более пристальным. И какое же обследование женщина должна пройти во время беременности? Дважды она сдает анализы крови на ВИЧ, гепатит В и С. Дважды сдается анализ крови на реакцию Вассермана, сифилис. Сдается три анализа крови, это если все хорошо. Это при постановке на учет в сроке 22 недели и перед родами в сроке 32-34 недели. Сдается дважды биохимический анализ крови, дважды кагулограмма, посевы мочи и посев отделяемого наружных половых органов сдается также во время беременности. Три УЗИ, два генетических обследования. То есть довольно-таки большой комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы родился здоровый ребенок. То есть нельзя назвать жизнь беременной женщины совсем спокойно с медицинской точки зрения? Ну, кажется, это только так кажется на первый взгляд. В основном первый раз, когда она приходит, это очень много анализов, а затем они распределяются по времени, то есть сдаются они в течение раз в месяц приблизительно, женщина приходит. Ну, а если мы поговорим с вами подробнее о генетических исследованиях, вот все-таки, если что-то обнаруживается, это реально как-то исправить в ближайшее время? Значит, в первом триместре делается анализ на генетические маркеры, это в основном патология нервной трубки плода, синдром Дауна. Здесь, если что-то выявляется в этом сроке, то мы предлагаем женщине пройти инвазивную диагностику, то есть делать биопсию в арсинхориона, чтобы узнать генетически, какая проблема у ребенка. Если выявляются какие-то пороки, женщина об этом должна знать, чтобы у нее было время на принятие решения. Существует также в городе пренатальный консилиум, на который мы направляем женщину, оценивается вообще прогноз для будущего ребенка. Есть пороки, несовместимые с жизнью. Женщине об этом говорится, она принимает решение о прерывании беременности, либо ее решение оставлять эту беременность, но знает прогноз. Есть проблемы, которые корректируются, довольно-таки успешные в послеродовом периоде, но опять-таки женщина должна об этом знать заранее. Точно так же, как неонатолог, когда родится ребенок, и он должен сразу знать, какая у него проблема, чтобы принять меры. А есть ли вероятность ошибочности поставления диагноза? Для того, чтобы этого не произошло, анализы повторяются многократно, если какая-то проблема. И делается вот эта диагностика, о которой я уже говорила, инвазивная. То есть здесь генетический код смотрится у женщины. Это обследование она проходит у генетиков в специализированном стационаре. Генетическое обследование, оно же недавно у нас в городе возникло, да? Ну, будем говорить, не так давно, да. Вот именно такая программа о том, чтобы бесплатно это все проводилось, и в 100% случаев это возникло вот в этом году. Что обязательно проходить для женщины, которая чувствует себя хорошо, в принципе, да, и никаких жалоб не имеет, а что нет? Все, что я перечислила, каждая женщина проходит в обязательном порядке. Если же у нее возникают какие-то жалобы и проблемы, то это обследование только расширяется. Уменьшиться оно никак не может. Есть ли у нас дородовый и послеродовый патронаж? Если есть, то кто его осуществляет? Да. Мы ввели сейчас программу дородового патронажа. У нас его осуществляет детский врач. То есть он смотрит условия, в которые будет переведен из роддома новорожденный. Смотрит, все ли есть, умеет ли женщина за ним ухаживать. Послеродовый патронаж осуществляется акушерками. Значит, этот патронаж осуществляется 100%. Это по телефону спрашивается женщина, как она себя чувствует. Если же какие-то были проблемы в родах, то выходит акушерка и даже врач домой к женщине. Осматривает ее на дому. А если в результате дородового патронажа выясняется, что, ну, может быть, не совсем соответствующие условия? Вот что в таких случаях делать? Есть у нас определенная категория женщин, будем так говорить, мы их называем женщины, требующие патронажа социальной службой. Есть женщины, которые употребляют наркотики, к сожалению, но это так. Есть женщины, которые злоупотребляют алкоголем. Женщины, которые ведут и социальный образ жизни. Безусловно, с ними ведется работа. О всех таких женщинах мы сообщаем в социальные службы. Были у нас случаи, когда женщины жили, ну, будем говорить, без крова над головой. И ребенка, конечно, не было куда даже забирать из роддома. Устраивали таких женщин, у нас есть в городе социальные центры для таких матерей, оказавшихся в сложных условиях. То есть мы им помогаем, безусловно. С каждой такой женщиной проводится индивидуальная работа. И психолога, и социального педагога. Что такое школа отцов и матерей? Существует у нас школа, мы ее называем ответственного родительства. Это именно так, потому что женщине рассказывается о том, как можно себя вести во время беременности, что ей можно, чего нельзя, о нормальной беременности. Также рассказывается на этих лекциях о признаках, угрожающих во время беременности, которые она должна знать. То есть чего не должно быть и с чем немедленно нужно обратиться за медицинской помощью. Кроме того, рассказывается о нормальных родах, о признаке начала родовой деятельности. То есть чтобы женщина не сидела дома, не понимала, что происходит, а также обращалась за медицинской помощью. Рассказывается об особенностях организма новорожденного, о угрожающих симптомах, которые женщина может пропустить, если она не будет их знать, когда нужно обязательно обратиться за помощью к детскому врачу. Рассказывается о нормальном послеродовом периоде и о том, чего не должно быть, и тоже чтобы женщина обращала на это внимание. То есть довольно-таки большая беседа проводится. Мы просим, чтобы женщины приводили и мужей на эту школу ответственного родительства. Рассказываем о партнерских родах. Такая программа существует в городе давно. Чтобы отцы участвовали в этом важном событии появления их малыша совместного. Папа может и поддержать будущую маму, роженицу, и уменьшить ее боль, и поприсутствовать, и поддержать ее как-то. То есть это очень важно, я считаю. А где об этом рассказывать? То есть эти школы... У нас это находится в поликлинике на площади Генериха в актовом зале. По субботам в 10 утра лекции для беременных. Каждую субботу? Каждую субботу. А в центре города у нас есть где-то отдельная школа? Не знаю. У нас есть еще такая же школа в роддоме. К сожалению, я не знаю их расписание работы, но у них есть, проводится тоже такая школа. Ну, большое внимание уделяется образованию матерей во время беременности, да, вы говорите признаки, симптомы. А вот после того, как появляется малыш, вот что с ним делать, первое время, опять же, как кормить, об этом говорится в школе? Значит, безусловно, об этом говорится. Говорится об особенностях физиологических состояний новорожденного. Говорится о грудном вскармливании. Это у нас тоже такая программа. Рассказываются 10 принципов грудного вскармливания. Как грудь готовить, как сделать так, чтобы была достаточная лактация. Какие могут возникнуть, опять же, проблемы с лактацией. Ну, женщина знает, что она всегда может обратиться в женскую консультацию в любое время после родов, и ей окажут квалифицированную помощь. Также обычно у женщины налаживается за время беременности контакт с ее врачом. Обычно у них у всех наши телефоны. То есть она может практически в любое время позвонить и проконсультироваться с врачом по телефону. Они уже наши постоянные пациентки. Время нашей передачи истекло. Благодарю за компетентное разъяснение, за актуальную насущную информацию. Эфир уже информационного канала Севастополя продолжается. Не переключайтесь, впереди много интересного.